У меня тут потери-потерь. Ой, нет, рассказывай, ничего ещё. Ты пойдёшь на улицу? Настя, выходишь или нет? Ну, сидите там. Очки складные, которые самые лучшие вообще для вождения, офигенные вообще очки, они классические, такие под всё подходят. Я их не могу найти. Я уже всё облазила, перерыла все сумки, шкафы, коробочки. Осталось ещё одно местечко, это там, где у меня сейчас папа спит, чтобы не шуршать, я не стала трогать. Как это спится, разберу вон тот угол, который я ещё привезла там, посмотрю. Есть такая мысль, возможно, я где-то их оставила. Но, с другой стороны, я всё время вроде бы на улицу выхожу, очки одеваю. Могла где-нибудь просто-напросто на кассе на какой-нибудь оставить или ещё где-то. Если так, то придётся мне ещё вторые заказать, потому что, действительно, они реально классные, крутые, прям суперские очки. Для вождения самые идеальные, и так классика под ноги и вещи подходят. Вот. Жалко, конечно. Жалко, жалко. Чё ж теперь? Мама у меня там сажает. Сейчас покажу вам. Нельзя камеру вот так вот переводить с одного места на другое. Мам, чё ты сажаешь? Ну, где картошка не взошла, капусту сажают. Где картошка не взошла, она сажает капусту. Просто сейчас... А зачем ты это делаешь в жару? Пекло на улице, мам. Слышишь? Да нет, здесь обдувает. Вот. А на днях я уже срывала клубничку. Вот без очков вообще даже на улице не могу ходить. Да и, в принципе, не надо ходить. Надо сейчас какие-нибудь одеть всё-таки. Вот. У нас здесь уже первая клубничка появилась. Мы срывали её. И вчера срывали. И позавчера я срывала. Сейчас, если найду, покажу вам. Это ранняя клубника. Её, наверное, кто-то с утра поливал, да, мам? Или вчера с вечера? Вот, видите? Ай? Вот, по идее, если походить с тарелочкой, можно тарелочку набрать. Спеет моментально. Если она начала спеть, то всё, её уже не остановить. Посмотрите, вот я вчера собирала, и уже сегодня, и опять спела, и опять хоть обрывай всю. То есть спеет прям на глазах, можно сказать. Да, мам? Да. Вот. Вот вчера здесь же была, вчера всё рвала, и опять куча клубники. Вот она как-то с этого края растёт больше, наверное, потому что здесь солнце всё-таки падает, и не так много листьев. То есть листья не забивают свет, поэтому она как-то быстро распевает. Вот, видите, своя клубничка? Я её прям мою. Вчера я её не мыла, но сейчас она просто вся в грязи у меня. Не обязательно не надо помыть, хотя бы, чтобы песок не жевать. Вот так я могу её есть прям с грядки. Ай! у меня уже руки положили на этот на землю это мама делает мешанку для взрослых курей тут у нас сварила свеклу картофельные очистки здесь картофельные очистки и дробленку насыпала дробленку многие из вас я знаю не переживут этот внешний вид этого корыта тоже любят вкусняшки пока большие цыплята на улице очень душно но ветрен и ветер кстати говорил холодными раз утра был холодная сейчас смотрю прям жарко 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 на улице это малышей мама покормила я уже говорю позови меня когда будешь кормить я хотела их поснимать куда вы побежали они вот не боятся представляете вообще по большей части своей боли боятся должны это как бы не есть норма что они такие вот ручные вот видите они такие ручные его возьмешь он засыпает там в твоих руках дед берет они каждый подходит заглядывает ему в лицо возьми меня возьми меня вот так вот берешь их вот так вот держишь все любят ласку все любят ласку все любят ласку ой не бойтесь не бойтесь неужели я вам дам дам прихлопнуть вас неужели я дам вас прихлопнуть конечно же нет конечно же нет детишкам своим покажите видео это потому что ну кто не видел никогда цеплят будет интересно одна дверь закрыться тогда сюда ее мотает все равно всем хватит чего же пошлите 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 ешьте 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 так я без розовых шлепок можно мне зайти я так думаю все равно он почему-то меня посматривает так что у тебя карманов нету ну дай вон тот этот ковшик нет ковшик вон с ручкой на верху а яички положу сюда даже вот сарай строил отец сам ничего не было мы когда дома покупали в принципе можете посмотреть видеоролики у меня влоги они по годам можете посмотреть как да мы только купили этот дом как он выглядел вот в каком состоянии внутри был то есть они полностью вообще стены ну то есть много работы здесь было они купили его за 800 да мама взяли 1000 чего 780 ну 800 примерно и вложили еще наверно 1200 сюда дай 500 вложили охренеть а его за такие деньги не продаж понимаете а вот вот сейчас у меня здесь продают дом кстати родственники может быть кому-то из вас будет нужно мало ли вдруг кто-то сколько есть нам насчитала вот у меня родственники продают причем очень крутой дом офигенный там большие комнаты сара я не знаю есть нету мам гараж есть ну там сара есть такой большой огород то есть не как у нас то есть больше соток получается за миллион за миллион продают и не могут продать потому что ну не покупают представьте вы то есть за 800 мы этот купили плюс 500 миллион 300 представляете вот сейчас я вам скажу вот видите вот эти вот сараи они были построены отцом гараж вот этот вот был построен отцом то здесь этого не было здесь были древние такие полуразрушенные деревянные постройки дом свой чтобы отстраивать очень много денег нужно вот это вот это все строение это построено батимой и туалет они переносили ну то есть вот что в их силах было они сделали вот эту пристройку они сюда прибабацали а вот эту вот крышу мам перекрывали вот этот вот полок навес этот перекрывали удлиняли его потому что это строение оно было деревянное его переделывали ну то есть вообще было вложено сюда труда это кажется знаете вроде бы ну так вот ну все такое не айс а на самом деле и денег много было и всего а вот влево это вот продавался бы тогда домом дать ларисин за миллион нет